Друзья, всем привет из Сочи! Сегодня 10 июня, по-моему, да, 2021 год, среда, сегодня солнечное затмение, будьте крайне аккуратны, потому что вчера вот в Адлере один армянин убил двоих судебных приставов, в Сочи тотальная коррупция и тотальный беспредел властей, и об этом я сниму отдельное видео. Что касается также происшествий, по-моему, сегодня утром в Свердловской области, в городе Лесной, откуда один из резидентов комедий-клаб, Саша, не помню фамилию, который, не помню, ну да, он оттуда из города Лесной, да, и не только он там родился, короче говоря, 6 человек погибло прямо на остановке. Я говорил много раз, что надо, как в Англии, все остановки, значит, перекрыть загородительными барьерами. По всей Англии все дороги так перекрыты, особенно остановки. Не знаю, почему в России-то не делают, Госдума об этом не забудется. Я к чему все это говорю? Будьте крайне аккуратны сегодня. Вот вблизи затмений происходят сливы, очень много неожиданных результатов. Итак, сегодня у нас Россия, значит, начнем с баскетбола ЦСКА-Уникс, третий матч Сирии. ЦСКА в последней игре в Казани выиграл все четыре четверти. Там зашли ставки на третью четверть и фора на Уникс в четвертый плюс 19,5 на 19 очков выиграли. Ставка железобетонная у меня будет на этот матч с коэффициентом 1,55. Вступайте в группу. И, значит, в этом матче мы будем... Это сразу скажу, что это не победа ЦСКА в первой четверти, это не победа в матче, там просто смехотворные коэффициенты. Значит, несколько ставок по этой игре у нас будет в лайве. Я вам говорил еще в том видео, что железобетонная ставка есть на 1,30, но эту убрали. Там хату может быть 1,55, она осталась. Она, если не зайдет, можно отыграть во второй четверти. Чем прекрасен баскетбол? Четыре четверти вы, если первая не зашла, вторая, третья зайдет обязательно. Теперь переходим плавно к футболу. Значит, у Вальса Швейцария. Здесь просто победа Швейцарии по фолам за 1,60. И третье событие. Я уже рассматривал этот матч Россия-Бельгия. Я не вижу здесь разгромного поражения России. Во-первых, Дебрюнене будет играть. Во-вторых, они все уставшие. Значит, Бельгия номер один в мировом рейтинге. Эден Азар, если выйдет, он может сотворить чудо. Но он сейчас не в очень хорошей форме. То есть, два года в Реале просидел на скамейке. По-моему, два гола забил за весь сезон. Но есть Лукаку, который забивает в каждом матче за Интер. Как он за Бельгию будет забивать? Ну, наверное, мне кажется, в этом матче обе забьют. Я взял просто ОЗ в этом матче. И дает хороший коэффициент 1,95. Кстати, Россия больше одного дает коэффициент сумасшедший. А Россия больше полтора вообще коэффициент 4. Россия может вполне два гола забить. Ну, учитывая, что, понимаете, Пенальти, Кокорин, Соболев, Дзюба. Ну, как ни крути, хоть этот Соболев Саша и Кокорин тоже Саша. Я думаю, что один наши точно затолкают усилиями Дзюбы. Он нацелен на ворота, на него будут грузить, подавать. Вот, если еще выйдет у нас Антон Заболотный, тоже такой, 1,95. Вот этот тандем Заболотный и Дзюба, они вполне могут соорудить два гола. Мне очень нравится Заболотный. Я всегда его хвалю, хвалю, все ржали надо мной. Я говорил, ребят, два года назад, что, ребят, вы увидите, как Заболотный засверкает. И он засверкал. Засверкал в Сочи, засверкал в сборной. Значит, и третья, и третья ставка в этом матче – это победа Бельгии по угловым. Наверное, Бельгия все-таки будет больше атаковать, наши будут больше обороняться, наши, скорее всего, будут играть от обороны. Ну, как-то попытаться в контроль мяча, там, поиграть еще там во что-то, да, подержать мяч, чтобы не дать Бельгии разбежаться, разогнаться, как-то будут гасить. Значит, соответственно, Россия победа по фолам. Фолы пока не дают, но в лаве будем брать. Вот такие вот, значит, прогнозы. И каждый день будет несколько роликов у меня с началом чемпионата Европы. В этот день, 12-го века, будет отмечаться День независимости России. Я думаю, что Россия будет очень мотивирно в этот день не проиграть. Не проиграть. Вот. С Бельгии у нас отношения особые. Мы прекрасно помним, 86-й год, когда мы выигрывали, Билан забил фантастический гол. Просто, ну, это фантастика то, что он сделал. Наберите, посмотрите. Три гола, по-моему, Бельгий забил в том матче. И Бельгия победила 4-3, потому что два гола были забиты из офсайда с нарушением правил. Ян Кулиманс один забил. И на воротах Мишель Придом стоял, как сейчас помню. Наши проиграли в четвертьфинале 4-3. Никто не верил, что наши проиграли, но это было. Но в 82-м году наши обыграли Бельгию 1-0. Гол забил Хорона Венесян. И вот после вот этого начались проблемы с Бельгией. Постоянно попадаются Бельгией, постоянно мы с ними играем. Очень плохо, очень трудно. Была еще такая предыстория, что когда Динамо Тбилиси стал обладателем кубков европейских стран в 81-м году, на следующий год они дошли, по-моему, до четвертьфинала или полуфинала, и проиграли именно бельгийскому стандарту 1-0-1-0. Там Шенгеля забил 3 гола, везде было вне игры. Тогда Вара не было, но судья отменил 3 гола. Шенгеля плюнул, значит, и ударил мяч за лицевую линию, получил за эту желтую карточку. Ну, сколько можно забивать, и судьи не засчитывали. Но потом этот тренер, кстати, не помню сейчас фамилию, он такой культовый стал. Они, кстати, бельгийцы изобрели искусственный офсайт, и бельгийцы изобрели очень много вещей. Например, вот этот именно бельгийский стандарт показал такие ношества, как коллективный отбор, впервые мы увидели. То есть Динамо Тбилиси столкнулось с такой вещью, как коллективный отбор. Как только Кипиани получал мяч, его накрывало 4-5-6 человек, там полкоманды, и он не знал, что делать. Но Кипиани обладал таким, это был единственный игрок в мире, который мог, ну, Марадон еще, оба, кстати, Скорпиона по Содиаку, он бросал мяч ногой. И бросал так, что, ну, прям точно, да, вот, у Кипиани в Динамо Тбилиси связка была такая, Кипиани Шенгеля, Кипиани Дороселия. Вот, основные такие, да, и, значит, они делали следующие вещи. Когда штрафной, например, Кипиани разыгрывал вблизи штрафной площадки соперника, да, то он мяч не бил, а он его навешивал ногой, просто кидал, и мяч очень плавненько, вот по такой вот какой-то японской траектории, как в волейболе подача там планирующая, да, а тут мяч прям нырял за стенку, вот, а Шенгеля набегал, то есть он там, он не стоял, он туда врывался, он знал, куда прибежит. И вот так несколько таких вот новшеств, обострений было. Вот, понимаете, это два фантастических матча, которые у меня стоят тут перед глазами. Это стандарт Динамо Тбилиси, это что-то фантастическое. И грузины показывали фантастическую игру, новаторскую. Жонглер Кипиани, который жонглировал там, что он вытворял на поле, это был просто цирк, понимаете, это был театр одного актера, ну вот, это Кипиани, да. Но и Бильге показала, Бильге показала себя во всей красе. Значит, помимо коллективного отбора, они применили искусственный офсайд, почему Шенгеля три гола забил, как бы из офсайда. И они еще применили, третья новинка такая была, тактическая у них, это вброс из-за аута, они бросали в штрафную площадку, как угловой подавали. Был такой единственный тогда бородатый, сейчас бороды все носят, на тот момент был единственный бородатый защитник в европейском футболе, Эрик Герец был такой, он уже был достаточно возрастной, по-моему, был 29 лет на тот момент. Вот его натренировали больше всего, то есть он брал мяч, разбегался там 10 метров и бросал мяч прямо в штрафную на голову какого-то нападающего. Вот эти три новинки позволили бельгийскому стандарту из города Льеша обыграть и на Белесе, но всего лишь 1-0, 1-0. Поэтому Бельгия, она непростая команда, но, к сожалению, ей не хватает. В Европе ничего, по-моему, не выиграли бельгийцы, по-моему, стандарт что-то там выиграл когда-то, да. В Европе они, по-моему, тоже ничего не выиграли, по-моему, вице-чемпионами были в 1976 году, нет, Чехия и Германия там была в 1976 году. Ну вот что-то такое, понимаете, то есть такая команда, вот вроде номер один в мировом рейтинге, а чемпионами Европы не были, чемпионами мира не были, чемпионами Олимпийских игр не были. Ну кто они такие против нас? Россия была и чемпионом Европы, и вице-чемпионом Европы два раза была, и, значит, ну, Олимпийские чемпионы мы были, да. Вот, и кубки мы различные выиграли, значит, и кубок кубков там, и так далее, кубок УФА выигрывали, и Зенит, и ЦСКА. А Бельгия ничего не выиграла. Ну вот Черчесов должен об этом сказать, понимаете, ребятам, что, ребята, День России, День независимости, ну кто такая Бельгия? Бельгия, она меньше, блин, это Московская область, понимаете? Это она меньше Московской области, наверное, как Липецкая область. Вот что такое Бельгия, понимаете? У них там ни хрена нету, никаких природных ископаемых, ничего. Это транзитная страна между Францией и Англией, вот и все. Ну, морская страна, ну шоколад, что у них какао растет, какао у них не растет. Кто они такие? Никто. Кто за них играет? Лукаку, негр, Эденазар, значит, марокканец, мама русская, папа юрист, понимаете, как у Жириновского. Сборная Солянка, Добрюне будет, выходной, там отдыхают, он в больничном, понимаете, взял, забюллетенил. Кто-то там еще в декретный отпуск у них ушел. Вот и все, понимаете, надо с ними разбираться, надо разбираться с ними по полной программе. Отомстите за 86-й год, за все остальные года. Значит, ребят, подписывайтесь на мой канал, обязательно вступайте ко мне в группу, в группе будет очень интересно. Всю Европу мы будем, значит, играть в лаве, будут очень интересные ставки. Теперь, что касается, ссылки закреплены в комментариях, обязательно перейдите по ссылке, зарегиструйтесь в Малбете. Малбет предоставляет очень хороший фрибет, 19 тысяч, если вы пополняете на эту сумму. По моему промокоду вы будете моим клиентом, и я буду вас поддерживать административно. То есть, любой косяк со стороны Малбета, еще ни одного косяка не было. Какой-то затык по деньгам я все решаю мгновенно. То есть, у меня прямая связь, я официальный партнер Малбета, я не стесняюсь об этом говорить, потому что Малбет меня очень хорошо оценили. Они сказали, что мой канал в пятерку лучше входит среди авторских аналитических каналов. Кроме этого, я вхожу примерно в десятку в Ютьюбе по удержанию аудитории в формате «Говорящая голова». То есть, «Говорящая голова», у меня аудитория 9 минут меня смотрит, при том, что нет ни спецэффектов, ни видеометажа, ничего такого у меня нет. Поэтому вступайте ко мне в группу, регистрируйтесь в Малбете и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите меня каждый день. Не задавайте мне вопросы, комментарии, оставляйте, делитесь с друзьями и напишите, что вы думаете по поводу тех матчей, о которых я сказал. Какой исход вы видите. Большое спасибо за внимание. Всем привет, Сочи. Сочи плюс 22. До свидания.